АЛДАН После 30 км по федеральной автотрассе Лена мы добрались до реки Алдан. Отсюда нам предстояло сплавиться 1600 км до впадения Алдана в Лену. Далее уже по Лене пройти еще около 10 км до поселка Батамай, где мы планировали сесть на рейсовый метеор и вернуться в Якутск. Мы начали сплав от моста через Алдан. Это была моя первая попытка сплава по крупной реке на столь большое расстояние. Здесь я впервые испытал свою ПВХ лодку и мотор Джонсон. Я взял с собой в дорогу всего лишь одну 10-литровую канистру с бензином и 1 литр моторного масла. Я рассчитывал все время идти самосплавом и лишь иногда подруливать мотором. Но наша скорость самосплавом оказалась намного меньше, чем я ожидал. В голову полезли мысли типа «Сколько же нам понадобится времени на такую длинную дорогу?» Сплавляемся по Алдану. Течение нормальное. 5 км в час. К Новому году вернемся. Вот так тесно у нас. Зато дружно. О, смотри, какой красивый пейзаж. Проплывая мимо путейского катера, я переговорил с матросами, которые мне сказали, что 600 км до поселка Белькачи река еще сносно бежит в среднем около 5 км в час. А дальше течение ослабевает и самосплавом будет идти трудно до поселка Усьмая. Этот 200-километровый участок реки самый медленный, будто озеро. Здесь, по словам местных жителей, даже не бывает зимой торосов. Это плесы. Не течет вода вообще. Как в озере. В дороге меня ждало еще одно разочарование. Когда я покупал свой мотор, Джонсон в 3,5 силы, в магазине меня уверяли, что на одном литре бензина он работает 4 часа. Торчик, знаешь, который любит очень сжать бензин, как называется. Практика показала, что полуторалитрового бензобака движку хватает всего на 40 минут. И моя 10-литровая канистра неумолимо опустошалась. Хотя я всего лишь иногда подруливал мотором, когда нас сносило с фарватера. А купить топливо здесь негде. По берегам небольшие села, бензин там не купишь ни за какие деньги. Первая заправка только через 850 километров, восьмая. Но у меня нет даже канистр. А магазин, где можно купить фирменное моторное масло, вообще только в Якутске. Что скажешь? Что скажу? Жарко. Пить охота. Пауты замучили. Ясно, с вами все ясно. Какие проблемы еще волнуют? Домой хочу. Пошли? Побежали. Помощь мне, как всегда, оказал мой отец. Я по спутниковому телефону держал его в курсе моих дел. И отец, он бывший пилот, переправил мне со знакомым экипажем самолета моторное масло в аэропорт Усьмай. Это крупный населенный пункт, и мне оставалось только купить там канистры, заправить их бензином, забрать на проходной в аэропорту свое масло, и теперь я мог спокойно идти на моторе. Но 850 километров до Усьмай нам пришлось пройти самосплавом. Мы потратили на это две недели. От Усьмайи резко, будто кто-то повернул рубильник, появилось на Алдане сильное течение. Под мотором и с течением идти стало намного веселее. Хотя мотор работал с перебоями, неровно. Видно? Видно. Меньше полугаза. Больше даешь? И начинаются перебои. Уже потом дома я разобрал карбюратор и отрегулировал игольчатым клапаном подачу топлива. Оказалось, что на заводе была установлена обкаточная регулировка. Был перелив бензина, и мотор работал на переобогащенной смеси. После моей регулировки мотор стал работать ровнее и расходовал меньше бензина. Больше. 700. Ниже Усьмайи Алдан лучше обжуд людьми. Есть крупные поселки. Эльдикан, Джибарики Хая, Хандыга. Где на заправках легко можно купить бензин. Немного информации о реке. Алдан – самый крупный приток Лены. По длине и площади водосбора входит в число 15 крупнейших рек азиатского субконтинента. Длина Алдана – 2273 километра. Экология реки уже давно испытывает отрицательное воздействие человеческой деятельности. В бассейне Алдана с начала прошлого века ведется золото-добыча. Сейчас в регионе реализуется крупный проект по созданию Южно-Якутского промышленного района, в состав которого войдут производства нефтехимической переработки и металлургии. Для обеспечения энергетических потребностей развивающейся промышленности на Алдане и его притоках планируется создание целого каскада ГЭС. Масштабная хозяйственная деятельность может стать причиной ухудшения экологической обстановки. Алдан интересен уникальными археологическими находками. Учеными найдено по берегам Алдана несколько древних стоянок человека, относящихся к каменному веку. Именем поселка Белькачи на Алдане названа Белькачинская неолитическая археологическая культура, относящаяся к IV-III тысячелетию до н.э. Автор этих находок – всемирно известный российский археолог, который живет и работает в Якутске, Юрий Алексеевич Мачанов. Академикам Мачановым выдвинута оригинальная теория, согласно которой человеческая цивилизация зародилась не в экваториальных широтах, не в Африке, как считает большинство современных ученых, а на севере, как раз в наших местах. Холод превратил обезьяну в человека, так считает академик Мачанов. На реке туман, туман, утро, наша лодочка, наше средство передвижения и дом. Любопытно, что прошло уже несколько лет, но некоторые участки Алдана я помню очень отчетливо. Иногда я даже вижу их во сне. Сто километров до устья Алдана. Вот он какой здесь. Огромный. Подытоживая, могу сказать, что на этом сплаве нам повезло с погодой. Алдан нам, в общем, благоволил. И только в устье слегка заштормило, как бы показывая нам, на что способна река. И медведи нам не попадались с дорогой, хотя их здесь много. Не было ни комаров, ни гнуса. Алдан нам будто говорил, я был добр и мягок с вами, цените это. А если бы захотел, то легко задал бы он взбучку. Вот мы в Батамае уже, на небаркадере. Все благополучно. Ждем ракету. Ждем ракету. Несмотря на то, что Алдан нельзя назвать труднодоступной для исследователей рекой, фитопланктон реки был изучен слабо и неравномерно. В результате этой поездки я получил первый подробный материал по микрофлоре Алдана. А моя жена, она по специальности гидрохимик, дополнила эти сведения ценными данными о физико-химических параметрах воды. Важным итогом этой поездки было то, что мне стало ясно, таким способом можно пройти основные крупные реки всей Восточной Сибири и получить уникальный полевой материал. Гр 17 вода Тамо. Тамо. Намог! Сибири Субтитры создавал DimaTorzok